Апгрейд для слона, дьявольский мем от британского премьера и холодный прием для королевы. Про это и не только в нашем международном обзоре. Апгрейд для слона. В калифорнийском зоопарке смастерили специальные защитные колпачки из меди на бивни для слона. Животному уже 13 лет, ведет себя очень активно. Неудивительно, что его бивни порядком поизносились. Работники зоопарка переживают, неспокойный обитатель может их окончательно сломать. А это, в свою очередь, предполагает риск попадания инфекции. Необычный заказ сделалось выполнить местное предприятие. Слон, похоже, в восторге от новинки. Новым интернет-мемом стал дьявольский смех британского премьера Терезы Мэй. Пользователи сети не смогли забыть, как она посмеялась над вопросом оппонента, лидера британских лейбористов Джереми Корбина. Говорят, ее поведение в парламенте напомнило злобный смех кинозлодеев. В сети даже появился хэштег «Тереза смеется». Один из пользователей написал «Похоже, Мэй эволюционирует в свою окончательную форму». Четырехлетнюю Мэдисон из американского штата Угай едва не унесло ветром. Когда девочка открывала входную дверь своего дома, сильный порыв ветра сбил ее с ног. И малышка, повиснув на дверной ручке, оказалась зажатой между стеной дома и дверью. Ее мама Британи впоследствии выложила в сеть видео с камеры наблюдения. Уверяет, с ребенком все в порядке. Холодный прием. Двухлетний ребенок не захотел общаться с королевой Великобританией. Это произошло на открытии лондонского мемориала ветеранам войн в Ираке и Афганистане. По плану двухлетней Алфи, как сын участника боевых действий, должен был подарить цветы королеве Елизавете. Но в ответственный момент мальчик стал вырываться из рук матери. Ее величество невозмутимо продолжило церемонию. Издержки прямого эфира. Доцент Пусанского университета Роберт Келли решил издом удать комментарии BBC по поводу импичмента президента Южной Кореи. Но в кадр неожиданно ворвались его дети. Сначала маленькая дочка, а следом и годовалый сын, который ходить еще не умеет, но уже просится в эфир. Папа извинялся сквозь смех. Вероятно, появление детей в кадре стало большей сенсацией, чем само интервью. Продолжение следует...